Сергей, после Вашего возвращения из отпуска прошло уже две недели. Позади первый сбор. Втягивающий сбор сильно нагрузил? Как себя чувствуешь? Нет, хорошо себя чувствую. Были такие втягивающие, подводящие тренировки после отпуска. Тем более в отпуске ребята чем-то занимались, чтобы не быть разобраны. Поэтому особых таких проблем не было. Вы в воротаре, как правило, занимаетесь по отдельной программе. Вот скажи, подготовка воротаря зимой и летом чем-то отличается друг от друга? Ну, зимой больше одежды на себя одеваешь, чем летом. Поэтому иногда тяжелее. А так, в принципе, что зимой, что летом надо работать, что осенью, что весной. Без разницы. Вот вам приходится сейчас тренироваться на таком грунте. Это проблема для вас, нет? Ну, да. В некотором роде приходится на себя делать все, чтобы привез с собой на сборы, чтобы не получить травмы. Покрытие, мягко говоря, не очень. Но ничего. Прорвемся. Первую часть сезона ты конкурировал за место в основном составе со своим коллегой Виталием Троцким. И вторая часть сезона, наверное, будет также проходить. Скажи, вот эта конкуренция, она как бы помогает тебе? Ну, ты чувствуешь, что ты растешь? Конечно. Конечно. Конкуренция должна быть на любой позиции, не только на воротарской. И надо ее правильно понимать, больше работать, больше усилий прилагать. Ну, верить в себя, доказывать каждую тренировку и каждую игру, когда дают тебе шансы. Скажи, соскучился по официальным играм? Конечно, хочется уже начать чемпионат. Но я еще понимаю, что мы пока не готовы. И нам надо плодотворно поработать, чтобы подойти в хорошей форме к началу чемпионата. Вы вчера заехали на базу Скиф. Как вообще устроились? Вы опять соседствуете с Казалташем. Вас это вообще соседство не напрягает из года в год? Нет, мы в нормальных отношениях. Мы на футбольном поле враги, а за футбольным полем мы в хороших отношениях. Тем более, Скиф для нас база, можно сказать, как родная. Мы тут постоянно находимся на заездах и на сборах, поэтому нам не привыкать. Продолжение следует...